Держи. Галя, ты умеешь, давай. Оператор. Личный. Мир вам. Вот сегодня шестой день, как я не в Потеряевке здесь. Сначала как староста. Приезжаю я сюда, а батюшка говорит, калитка не заперта. Я ключей сколько вам раздал, калитка не заперта. Теперь главное будете искать. Калитка не заперта. А рядом собираются, выпивают, заходят. Я ничего не могу на это ответить. Виктор Андреевич старались, замок поставили. Один поворот только сделать. А зачем? Не мое. Вот сами подумайте, дальше как. Калитка не заперта. Батюшка говорит, объясни им. Или это нам все равно. Один раз не заперта, я захожу, а тут на крылечке сидят, выпивают. Так не выпивают, ходят. Взял доску и понес отсюда. Значит, перед Богом все. Если вы верите, что будет страшный суд, значит, представляете немножко это как. Делающий дело небрежно, Господня проклят. 36 глава Иеремии. Для чего это? А для того, чтобы человек вздрогнул и стал делать для Господа. И все, что делаете, все, что делаете, делайте как для Господа. Здесь Господь, ты его охраняешь. Я не могу вам ни приказывать, ничего не могу. Просто обратите внимание, кто последний уходил. Дальше ворота. Калитку разобрали. Открыто. Не нужно. Ворота большие. Если вот так вот отпустить ветром, два раза все, петли слетели, оторвало. Теперь надо сварку искать. Сколько делок. Из-за того, что ты рукой не придержал. А ты ее не придержал. Закрывает ворота, а не понимает, что ветер дует отсюда, и раз туда, отлетело в вратную сторону. Я говорю, неправильно же делаешь-то. Что, я не знаю. Дальше там палка есть. Вот когда ворота, вот они ворота, нужно вот так, чтобы они сошлись. А не вот так вот. Ты палку посадил, если так, она тут же выпала, ничего она не дает. А когда вот так прогнулись туда половинки-то, и ты затолкнул туда, то ее привязать на эту палку. Тогда ветер, буря, она колышет, дрожит, но никуда не денется. Если палка выпала, теперь она то сюда выгнет ворота, две половинки, то туда. Цепочка долой, ничего нет. Дальше ворота лежат на полу. И это так же точно. Палка сделала, чтобы, ну если такая обыкновенная веревочка, так там стедает солнце, обыкновенную тюсьму привязал. Не привязана. А где-то копал на полу. Ворота колотит. Я первые шаги только делаю. Я до себя, доберусь за себя до самого. Я ничего не могу сказать и сделать. То есть не зазомбировал вас. По-моему, не живете. Вот лучше доказать, что вы не зомбированы. Это ваше своеволие и безумие. Безумие настоящее. Батюшка сказал, что кто-то видит, я картошку садил, старался. Каларский жук. Ну тут участок-то какой, полсотки даже нету. Ну взяла там любую, собрала, растоптала и все. Нет. Володя садил много картошки. Первый участок, ну сама она 20 соток. Еще в двух местах. Батюшка, ну куда столько? А вот куда? Вчера только привезли сколько? Стало по бабушкам. Мы же деньги-то не берем. Это по любви к вам. Одни бутыльки остались. Ну хоть бутыльки-то, но остались. Ну копните. Вот около туалета. Я взял ведро, пошел копать. И полное большое ведро, 13,5 килограмм, накопал картошки. И сестра Татьяна вчера получила. Два мешка привезли, значит, там у Нагаева и Щукиной. Я больше привез, но не берут. Раньше я брал долгушу и 12 метров, кажется, она длина ее. Привозил всю деревню, могу привезти. Бесплатно. Когда мне надо привезти сюда, для людей. Я хожу, уговариваю, трясусь перед ними. Рядом здесь можно было заглянуть, посмотреть. И это не все. Вот эти двери, когда открываете, а там кошка бродящая, у ней трое котят. Вы открыли, а она зашла, вы закрыли на неделю, что будет? Вышать нечем. Они на улицу. Праведник, милует скоты, своя нечестивая, не брежет о них. Не надо разговаривать. У ней трое котят, двое остались. Один зашел, батюшка говорит, вот тут стенка, где сидим, так маленько повыше, там он, где-то на полке, или где-то там он лежит, где-то, два осталось. Это на вас. Я только закрою, Настя же открывает. А зачем открываешь-то? Ты стой там у дверей, посмотри, чтобы не заходило кошка-то. Нас-то здесь нету, вы закрыли, ни питья, ни еды не сходить. Что дальше-то будет? Это пьяница не делает. Что вы делаете? Вытворяете это. Что вы делаете? Неприятное, правда? Ну, я привык вас трясти. Он здесь пищал, кричал, мама там умер. Ну, давайте маленько расшивырю. У меня тоже мама, кошка бегает где-то, рядом приходит. Это не все. Я не могу дальше даже продвинуться. Наказали, как ключи ложить. Показал. Прихожу не так, в разных местах, едва-едва нашел в комнату войти. Ну, я же показал, где определенно, четко. Всегда говорят, какая новость сначала, хорошая или плохая? Я сначала считаю, плохая пускай. А хорошая такая. Я благодарю вас за вашу любовь. В первую очередь, ко мне грешному. Я в комнату зашел, как хозяин. В дверях остановился, вижу, я квартирант. Кому разрешил я заходить, он с кем-то сговор, договор. Все, любовь. Повторяю, не в кавычках, настоящая любовь. Они заменили все, там ковры, а ковер не умещает в дверях, они вдвое согнули. Он как пружина подо мной. Я теперь на нем только молюсь, нога утопает и не мерзнет. Тюлевые занавески все заменили, шторка у меня до верхней фрамуги. Они заменили и полную эту заменили все, все шторки. Без разрешения, без всего. Конечно, я как хозяин, ну, как бы не согласен, но я принимаю это, любовь ваша от пола дальше. И дальше, дальше начали они там вещи переставлять. Я ничего не могу нашить. Пуговку пришить не могу, ничего нет. И самое главное, потерялся ночной горшок. Вот представьте, без вас вот я зашел бы и крупный шуруповерт затворил бы ваш туалет. Что бы вы стали делать и думать? Это по добру, чтобы не воняло. Ну и по всему, по периметру дверь-то, шурупами длинными вот такими прикрутил бы. у тебя не вывернут ничего. Что ты будешь делать-то? Ты же в кастрюлю пойдешь. Я остался один, а тем более, вот, как ни крути, мне 81-й год сходить. И каждый раз я должен на улицу ночью идти. Все обыскали. Сестра пришла, все перескала, нету. Отдайте мой горшок. Я там один нашел, прочистил, поставил. Не задевайте его хотя бы. Закрывать нечем. От бака вот такой крышкой закрыл его. И что еще Бог сделал? Какой еще? Да везде мыши. И вдруг черная кошка, которой котята принадлежат, она, я ее как-то заманул в тамбур и дальше в комнату. До того она хорошая, как на дежурстве. Как только я встал, она лезет на второй этаж и легла спать. Спит, мертвым сном днем. Вещером опять садится, гляжу, уже жует одну мышку там. Все. Навела порядок, а там нашла она где-то отверстие, маленько погоня. Сейчас у меня работает. Я же Васильев в тот дом. В квартиру туда. Опять. Вот нормально, на которой нет ни одного пятнышка. Ее бы сохранить. А у меня там шесть кошек. Я на Рыгале уже превзошел. С кошками. А почему? Когда там окатилась, я надежу Васильеву. И она говорила, надо кому-то. Смотри, один совершенно серый котенок, совершенно без пятнышка. Другой белый. Один рыжий, совершенно белый. И серый, еще какой-то там был, кажется, черный. Выбирай двоих. Она выбрала. Они выросли, сейчас уже год и месяц с ним. Замечательные кошки. Там мышей ловят. Красивые. Но много. Я ничего не могу сделать. Куда мне? Сделайте это в объявление, Сергей, знаешь, кому? Кошки свои. Из деревни. Ласковые. Какого цвета у меня там? Рыжий. Значит, белый и такая с серым хвостом. Голубоглазые. Вот как с синькой покрашенные глаза. Чтобы у меня хотя трех избавиться. Но остальные вахту несут там с голубями. И вот мы с этой кошечкой теперь я ее выпустил на улицу. Все, дверь закрываю, чтобы не запустить. Я бы здесь не был. Уехал. Батюшка говорит, нет, останься. Я тебе советую. Встретишься с людьми, зададут вопросы. Значит, я как староста даю вам отчет. И это не все. Вот, где глухонемые там были, зачем вы далее открываете шторку с той стороны от соседей? Полностью открыто и оттуда все видать. Вам надоело спокойно жить? Будете кирпичи ловить в окно. Я же это говорил неоднократно. Зачем же ты это делаешь? Я вчера закрыл, только шторки пришел. Сегодня прихожу опять настишь. То есть вы прихоть ищет свои нравные. Вы помните, когда вам стало трудно дышать? Вы сказали, надо вентилятор поставить. Я помню, кажется, Надежда сказала, бесполезно говорить, Игнатий не разрешит. А я разрешил, сказал, я против, но я слушаю мнение трудящегося народа. Я захожу сюда, вентилятор крутит, никого нет, всю неделю крутит. Но я не трогаю, я не прикасаюсь. Крутит, выдувает. Подходит одна сегодня, холодно, но это несовместимо. Вентилятор холодно. Сначала запечатайте все, а потом говорить, холодно или не холодно. Это не годится, а то уже дурь какая-то поползла. У меня, слушайте, я не прибавляю, я не прибавляю. Кто меня сегодня просил, что холодно здесь? Вот. Я не выдумаю, у меня свидетель, вот они. Вы сначала заткните дыры. Три дыры просверлили. Против моего желания, но по моей уступке. А я хозяин, он вот усыпился, нет, пожалуйста. Но я сказал тогда заранее, вы будете запечатывать, на холод, все делать. Сделать сегодня, не завтра. У вас все там в тамбуре лежит, сделайте. Сам не может человек, кто-то останьтесь, помогите. Я был против. Мне, Надежда Васильевна, жарко. Ну не растопишься же ты, не восковая. Жарко. Стеколка выставила, дальше стеколка упала, сразбилась. Осень. Холодно. У меня ни жарко, ни холодно. Я никогда не прикасаюсь ни к чему. Если я что сделал, печку, а человек переделать, я никогда к нему не пойду. У меня времени нету заниматься делать и переделывать. Нету. В Потеряевке было такое, говорит, на коленях будете стоять. Не так, что-то там много-мало. Сделали, печка не топится. Да в школе, ради школы сделай. Пошел, вопреки того, что у меня твердо, не делать. Потому что печь сделана, я опять сделал. У меня печь экономная, жаркая, жар до самого пола. Почему вы решили? А плиту решили две плиты рядом поставить. Да это же голландка, две плиты-то, зачем вам? Ну то есть, безумия нет предела. Почему? Ответ один, нет молитв. Больше не рассказывай мне. Ты добрый очень, ты кошку целуешь, дорогой идешь. Собачку не пропустишь, ее погладишь. А в голове туман. Самые простые вещи домашние, не знаете где. А что делать с детьми? Ребенок не хочет молиться, ребенок то другое. Как одеты сначала, посмотри, наведи порядок. Если юбка выше колена, наведи порядок. Опусти ее пониже. Мусульмане знают как, а вы не знаете. Я вам не буду юбки тянуть. Здесь порядок, у нас тут наблюдатели. Но дома, как живете? Вчера гляжу, где-то там пролезет два котенка, и на тамбур, ему никак не следует, там где у нас есть. Я лестник, как я поставил лестницу, крикнул, и они спустились. Поэтому я лестницу убрал. И хотя бы днем один раз приходить надо. Я наказал о голубях. Вот, Виктор Андреевич. Лестница плохая и опасная. Ты видел, какая лестница? Хорошая лестница. Сделали, приехал. Игорь Владимирович Дубунов с шуруповертом, или как это, крутит, который сверлит. А у меня запасные, длинные эти, лежали лаги там, и мы сделали. Там можно сейчас бегать, вымерил где, чтобы она была чуть повыше этой ступеньки. Новая лестница, совершенно, привязала, она привязана к той, а там усиленная. Он одно замещание сделал только. Для меня это уже, я пришел, уже спать не могу. Я прямо уже вечером полез, стал достать. Он сказал, батюшка сказал, сухо везде, понимаете, а воды нигде нет, вы там налейте. Мы вернулись из церкви, все дела отложили. Бочки все достать, залить, батюшка сказал. Батюшка сказал, через него сам Бог нам повелевает. Его слово для меня закон. Я бы здесь не торчал. Еще же, не пойти никуда, ни игрушки моей здесь нету, интернета. Так, я пока отсчитываю, сколько. Дальше, здесь книги. Кто у меня над книгами главный, знаете? Подними, чтобы тебя видели. Знаете, это он, что с Сергалином? Не прикасаться к книгам. Не прикасаться. Написано. Что делается? Прихожу. Где вот у меня, там, нечетно, первый, третий, пятый, седьмой, первый ряд идет, тот. А здесь второй, четвертый, шестой, восьмой. Ну, очень удобно брать. Яролаш. Зачем перекладываете? Здесь третий, то, это, трехтопника. Три книги лежат. Кто туда взял, положил? Покупали? Да нету никого, нету. Блядь, никого нету. Вы разрознили, две-то торчат, теперь книги, то они никуда, третьего-то нету. А второго нету. Понятно? Вы занимаетесь, вам одного. Но это еще не все. Кто это делает? Подождите, занимаются-то, не поэтики. Что дальше делать? Вы объясните мне. Галина, не надо перепираться. Я говорю то, что есть. Я говорю, батюшка, как они так-то, книги-то зачем они? Ну, ты с ними говори, я не подхожу правильно. Там последний лежит трехтомник. Я сделал. Дальше, если кончится без меня, на столе лежат, вот распечатывай, еще восемь экземпляров. Там лежат. Прихожу, вот, три книги. Вот покажи туда, поверни, о чем я говорю. Три книги, под ними вышли. Пустое место. Ни одной книги нету. На стол навалили, там книг разных. Я полез под теми книгами, трехтомник лежит отдельно. Нет, я еду. Карина, вы отвлекаете меня. Трехтомник лежит, его там нету, пустое место. Куда делся? А там на столе завал книгами какими-то, разными-разными, там он стектанты прислали, то, другое. И там внизу я нахожу, трехтомник лежит на столе. На другой стол и завалить. Это что, нормально? Я гляжу, вы смотрите так внимательно. Ну, ведь кто-то же это делает. Снять отсюда, обезоружить, занести на другой стол и завалить его книгами, ни один человек не знает. Вы что, не друзья мои разве? Это главное наследие. Мы исчезнем, книги будут. Это не рукописи. Благодаря книгам этим мы имеем то, чего осознать еще не можем. Мы заходим в иные поколения, в иную эпоху с книгами. Сегодня разбирают мои книги, когда люди, они не верят, что это составлено одним человеком. Это невозможно. Девять лет я издавал книги. И меня обязательно кто-то ткнет на это. Пришли старообрядцы. Вот мы у вас сделали там отдельное крещение, покаяние, листики такие были, вон они лежат где. А вот если бы книжкой издать это дело, как издать? У меня нуль в голове. Я не знаю, как. Но это надо знать, кто редактировать будет. Как редактировать? А кто будет по измечке работать? Я ни одного слова не знаю. Компьютера у меня нет, я не понимаю. Но это толчок. Я сразу начал расследовать. И после этого у меня вышло в бумажном варианте 38 томов. Вот они лежат. И еще 7 томов, которые в электронной версии готовы к изданию, но денег нет. Одних стихов 4 тома по 800 страниц. Каждая строчка занята 42 строчки. Я бы их издал, но у меня не на что. Общая стоимость издания держите за стол, чтобы не упасть. По первому дню издание по курсу 55 миллионов примерно стоит. И мы подарили, проехали когда на 35 миллионов наших рублей по году первого издания. С счетом всего, что есть. Вот такая, брат, история с книгами. И провел я за этими книгами 9 лет. Более 30 тысяч часов. У меня один знакомый, он преподает в милицейском институте здесь, МВД. И там, говорит, вас вспоминали. Человек в таком возрасте и сколько. Это в книгу Геннесса заносить надо. Но вы... Теперь я говорю, зачем я приехал. Первая часть закончилась. Однажды заходит Надежда Василина. Она хочет, чтобы я выглядел прилично. И видишь, что-то у меня у глаза здесь. А у глаза у всех. У кошек, у собак. Почему? А мы когда моргаем, все это скатывается, пыль то другое скатывается вот в это место. И здесь оно, ну, бывает там что-то... Да, я уберу. Но я не люблю, чтобы в моих глазах кто-то копался. Я сам. А только что подстриг к ногти. Я стал убирать и задел. Я чиркнул. И сейчас резь такая началась. И попал вирус, как говорят. Это я 6 лет мучился. 6 лет. Оно нагноится опять. Еду в дороге. Сиденье. Пыль. Я ложусь. Как эти называются капли-то? Маленький бутылесик-то. Альбуцин. Альбуцин. Я ложусь и себе за одна капля. Выдавлю ее. А тут, говорится, как дым, пыль стоит-то. Конечно, все это с пылью. 6 лет за плечами. И 6 лет оно меня тревожило. Все время. Я в самом утром ничего не вижу. Капну. Она разъедает его или что-то и пеленусь. Это благодаря Виктору Андреевичу. Я это тянул и тянул. Но в жизни все так не бывает. Нынче, когда мы решили один отрожек на втором мостике прочистить, специальные грабли сделали. такой ширины. Зубья 20 сантиметров. 5 килограмм весу на длинном по пояс вот так в воде стоим. Дно очистить широкого русла. И оттуда сгнившее все там есть, сучки. Это я залез сразу полтора часа в воде стою. Полтора часа. Ну, молодые это никак. Ну, 81-й год. Я не могу войти в свой возраст. Вот беда-то где. Я на 30-ти годах застрял где-то. Я не могу когда в 80-то о ком-то. Это не обо мне речь идет. Я не дед, не старик. Мне 30 лет. Вот видишь, бывает такой заскок сознания. Почему? Все время с молодежью. Я все время не просто я думаю так. Я работаю. Я пилой когда работаем, пилим, перекидываем где-то за 3 часа. Не полно 3 часа. Я почти 7 тонн песка скал перекидал. А они там делают вдвоем, я там один. Это сегодня в этом летом. И я не понимаю, что сердце на исходе. Оно захлебывается. Больно. Я не могу остановиться. Мне надо сделать. И вот неделю назад у меня утром встал, глаз не смотрит. Я попробовал тронуть, не дает. Посмотрел, о, оно как кровавое все. И тут гноет еще. Вот позавтракал. Виктор Андреевич. Скоро я буду. Потом я говорю, кто болен, призывает Пресвятяров. Я призываю его, он у меня все заменяет. Он говорит, немедленно к врачу. К врачу, да хоть из Потеряевки ехать. Я никогда не езжу. Ну никак нельзя. Ну ты посоветуй, еще сделай там, подавить там, пора мыть. Нет, нет. Только это должен специалист смотреть. Ну я уперся на размышления. Ну смотри. Его, он-то меня побуждает. Я на следующее утро встаю, не притронуться, не вздохнуть, ничего. И все. К батюшке благослови, да, с чем ты здесь? Я тоже еду. А с кем ты едешь? А едет Алексей, Алеша, Устинов. Я с ним, я говорю нет. Мне неоднократно говорили двое, что в одной машине мы не ездили. Никогда. Это умные слова. Кеннеди застрелили, а Линдон Джонсон там находится, там. Он сразу же через полтора часа уже присягу принял президент, войска присягают. А если вместе погибли, вот как польский или кто-то президент и премьер-министр никогда нигде заметь. И Путин с медведем никогда нигде не летают, не бывает. Это закон всемирной практики. Ну, тогда поехал с Евгением Ищук. А я с этим еду дорогой. До того болит, не знаю. Ну, а дальше уже анализы. Сколько анализов я сдал примерно-то? Какие? разные анализы крови, биохимические анализы, рентген, ЭКГ и прочее. Понятно все. А теперь на обработку им нужно несколько дней. До понедельника. Я так взахался. Он говорит, постараюсь. До пятницы. Он сделал так, что результаты дали пятницу. Они были уже готовы. Через день. Это немалое дело. Но, когда я поехал, я в интернет запустил, что со мной, я выезжаю, прошу помолиться. Я не ожидал такой реакции. Кстати, на занятия, в других городах свой канал идут, в интернет по всему миру. как ударили. Там что началось? Только звонят так. Мы-то в церкви были, там молебен заказали. А теперь пошли все священники знают, за вас молятся. В другом месте владыки, митрополит сказал. Я утром встаю, но утром у меня ничего не болит, ничего нет. Ничего нет. Я сразу, а я пойду зачем? Тогда мне хотя бы давление оказалось у меня повышенное. Не 120, теперь 150. Я и не знал. 160 и больше. Да, что 150 и больше. Я ни почем не чувствую, но так сказали мне. Но перед операцией я сказал обязательно посмотрите. Никто не смотрит, даже разговора нет. Он у меня с Виктором Андреевичем там стоил. Я говорю, у меня же не болит ничего. Нет. Ну это, надо что-то делать. Там, тут два канала идет, один мис, другой вверх. Если гной пойдет в мозг, ну и говорю, все, кырдык. Ни кто не смотрит меня. Я спрашиваю, еще, тут надо что-то там, промывку сделать или какое-то. Резать-то не будут. Нет, не будут, а на операции резать-то. Не будут, это четко сказано. Я сижу перед операционной, вот, с Галиной Александровной. В это время выходит врач, который меня один смотрел, потом второй. А я ему визитку давать, я другой веры, мусульманин. Такой вид, серьезный и прочее. А я там много еще слышал, у меня, я его не знаю, может это лучший врач в Советском Союзе, где-то. Я внутренне, как, забоялся ложиться перед ним. Потому что, допустим, если считать, шульха на руках, прямо говорится, найди лучшего христианина и убей его. Это не, весь мир знает это. Ну, это касается других немного людей, это, в общем-то, так. Мусульмане же хорошие. Ну, это глаз. Выходит, женщина, я говорю, я хочу снимать, а то снять. А не положено, как не положено? Профессор Довженко ваш? Когда мне делали операцию, у нее сняли, она говорит, почему не сказали, мы бы все сняли. Она сидит, он, нет, он тоже, нет. Вот, этот халат, я хотел показать, я выпросил, отдали, такой блестящий, вот так вот, и завязывается сзади, к шапочку надели, забили, ложитесь, куда? Он провел, так вы резать будете? Конечно, операция. Так сказали, операция не будет, операционная. Так вы будете делать? У меня не болит, вы хоть посмотрите, он даже не смотрит. Бывает так, человек онкологии признали, молились, а потом пришел, врачи посмотрели, удивились, и они не будут, раз ничего, нет признаков-то. И такое, чтобы не обращать внимания, что у меня такое улучшение, я этого не ожидал, я думаю, они удивятся сейчас, как обычно, ничего нету, ложись. Я вспоминаю, здесь у нас Валя Конева, у нее дочка Наташа, врач, она говорит, едва-едва только кончит, ординатуру разве начинает, там докторатуру, там, и резать надо, продвигаться вперед. А надо или не надо, не знаю. У меня у голубя нарост на ноге вот сейчас, кто из врачей отрежет этот нарост? Хороший породистый голубок. Я приеду, когда со скальпером, вырезать, там еще это не значит. А это глаз. Промывать уколы, разрезать что-то там, когда, я не знаю, что. Я говорю, мы же говорили, нет, так будете делать? Я тогда им стал говорить, ну, мы же молились, по всему миру, сообщают из Америки, там, с Австралии, там, я не знаю, папа римский, наверное, молился. Ну, явно дело-то, ну, посмотрите, врач, который здесь есть. Где? Вот подойди, глянь. Ты врач. Ну, посмотри на его, оба глаза. Ну, этот более, покоснение, покоснение, да, это понятно. Подпаление осталось и есть. небольшое выделение. Небольшое, ничего тут такого нету. Шесть лет было. Мне там разные нарезали, сейчас дали еще салфетки где-то. Я очень сильно подвел Виктора Андреевича. Он пробивает вперед, а теперь я пойду просить, никто не будет, я ничего не могу сделать. Я говорю, а как я перед Богом выгляжу? Если я просился, как волна поднимаю, ветром развиваемый, да не думайте, что получить. Я просил и получил. И всем объявили. А теперь, то при чем тут Бог? Пускай мне делать врач. Аса, говорит, взыскал врача, а не Господа. Библия подчеркивает. Аса, это хороший, хороший, хороший был правитель в Израиле. Но при болезни, когда болели ноги, взыскал врача, а не Господа. Я взыскал Господа. Я прошу простить меня, я по-другому не мог поступить. Просто не мог. Бог это сделал, да ни одна операция не поможет без Бога. Наоборот, еще усилится, и только хуже. Я прошу Виктора Андреевича, он всегда, всегда помогал мне. Прости меня ради Христа. Да Бог вас простит, меня простите. Я по-другому не мог поступить. Если бы в первый день как был я здесь, анализ, и после анализа сразу на стол я бы лег, даже разговаривать не стал. Абсалопка резко изменилась. Это не день, не два я уже нахожусь сейчас. Я смотрю, считаю этим глазом все как есть. А если плохо будет, значит через него у меня теперь ход закрытый, ну как будет, как Бог даст. Через поликлинику, да и все. Я говорю о том, что есть. Прошу вас не забывать об этом. Вот сегодня сейчас я уезжаю в 12. Кто-то поедет, нет к вокзалу, чтобы доехать. Кто-то к вокзалу едет, нет. Мне сейчас позавтракать я и до вокзала на авто. А там я говорю 16 километров я разуюсь пешком дойду. Нет, я встречу, никого нет, я на своей ладе на барабашовой ладе встречу. Так, еще одна у меня тема. Так, по болезни. Болезни нету, повреждения. Вот человек крутил мясорубку и палец туда дырнул, а другой крутит и палец там взял переломил ее в двух местах. Какая болезнь? Это повреждение. Травма. Травма. Это у меня травма. Травма, травма. 12 лет. Я ежедневно провожу 14-16 часов. То есть 30 часов нужно увеличить еще в три раза. Это какие глаза бы выдержали? Господь и морковка мелкотертая. Дальше. Охлаждение. А у меня позаглаза его. Дальше. Недосыпание. Без. Ну это говорить не надо. Бывает. Пол первого ночи. Я уже за компьютер дать ответы. Пол первого. А в 4-40 дотяну. Уже время. Все. Общая молитва начинается. Иду к Володе и далее. И это ни день, ни два. А постоянно. Ну а дальше к этому добавится и работа. А перед этим меня только копали. И целый день закончили при Луне. К слову сказать адробот. Заказали. Сказал, сообщил Сергей. Говорит, едут четверо ребятишек. Жду четверо. Приезжают трое. А Ваня где? Ваня заболел. Да вы что? А что у него? Насморк. В 17 лет у парня насморк. Это болезнь? Нет. Да вы что же делаете-то? А потом они сказали. Да и нафиг сказала ему. Ваня не ездит, ты больной. То есть она больная в дребезге. И она картошку копает только на заднем месте едет. Наклониться не может. И она сегодня положила все больные. Вы никого не обманите? Сегодня все лежат. Сегодня никого нету. что посеечено, кто пожнет. И она ему Ваня, а Ваня так картошку копать, которая для вас идет. Вы не садили, не тяпали, ничего не делали. А привезу я, картошку я все время, каждый раз узнаю, крупы, масло, там, что сахар, все абсолютно. Только отцу, чтобы сахар не попал, иначе он переведет его на бражку. И уехали по ночи. Знаете, у меня столько вопросов. Сергей приехал уже, считай, ночью. А наутро на работу и весь день он со мной с лопатой в огороде копаем. Закончили, повторяя, при луне. А дети домой? Домой. Привезли, день один были домой. Сергей соглашается с ними. Сережа, не езди. Ты усталый. Тем было, уже за рулем заснул. Ты везешь детей. Берешь груз там, до себя что-то. Не езди. Я ничего не могу сделать. Я вот так стою перед машиной, руки поднимаю, это все у нас заснято. Я умоляю, молюсь, господи, останови. Пошел. Они не говорят, пошел. Выехал и поехал. Я говорю, рано встанешь, ты отдохнешь. Вот Николая Крущина нет, он бы сказал, лекарство одно только, отъехать в сторону с дороги, два-три часа, а потом поезжай дальше. Нет, все-таки собрался и поехал. Я стою только, господи, прости меня. И только, они едут, а я дрожу вместе с ними. Господи, проведи, проведи. Доехал. На чем ты доехал? На колесах или на молитве? Вот у меня, понимаете, я понимаю, любой скажет шофер, любой работник ДПС, что это неправильно, уставший в дребезге. В ночь ехать. Какая нужда? Никто никого не ждет. Это дети. Глупость одна не бывает. У меня еще одна тема есть. Тема очень интересная и щекотливая. Денежная. Должны делать тарабом взаимодавцев. тарабом взаимодавца. А вот потому, что я говорил, у Тавита 11 глава 11 стих говорится, когда он принес ему лекарство, там, желчь, он помазал глаза и что? Зажгло, написано ему, глаза и он просветлел Тавит. Это было такое, ангел сделал. У меня такая вот история. На тысячи денег. Должник делается тарабом взаимодавца. Я повторяю одно слово, которое иные считают неприличным, другие как-то. А ну, законное слово в литературе везде есть. Слово жид. Жид это не национальность только, но и всякий, как пишет Владимир Дальф, скаренный человек, скупой. Жид. Ну, жид он придумает, как получать деньги, даст тебе в долг. Международный валютный фонд. Они дают по 20%. 5,2,10. Ровно через 5 лет, если взяли 1 миллиард долларов, платить 2. Еще 5 лет уже платить. Ну, и так дальше. У нас разными видами идешь в банки, там никаких документов не надо, ничего нет. Не так. А они если дают, то они стараются под что-то дать. Не просто с улицы в дом зашел. У тебя или машина, или поле, или там комбайн, или квартира. Под что-то. Если они тебе сказали через 10 лет, это означает 10 лет ты не заплатил, дальше судебные органы в его пользу. Ни один президент не поможет. Когда в Хабаровске везде началось наводнение, было наводнение, а люди в долг лезут, берут деньги, ипотеки разные-то. Теперь работы нету, а деньги-то идут. И платить уже не рубль-два, а платить проценты. Они Путину написали, Путин отвечает, я ничего не могу сделать. Вы сами с банкирами разговариваете. А банкир лежит. Сатанинская яма залез туда должник. Зачем ты залез туда? Когда составляли устав для деревни Потеряевка, у нас написано нигде ничего не бать под проценты. Ростовщичество в стране. Если это было бы в Ливане, Ливан, в Амар-Кадапе, и сказал, я ему дал это где-то в банке, а он процент. Процент сразу его казнят. Ни одного процента банк не имеет права накладывать. Это мусульмане, это, конечно, люди там будут брать. Ни одного процента, повторяю. Тунис, Арабская Республика, у них закон. У жидов другой бывает закон. И они входят туда под сколько? У нас, если берут где-то, даже знаю, ипотека, не меньше 12, минимум 12. А дальше? Они назначают там 50 лет, отозначают в рабство продана семья, проданы дети и все. Он не имеет чем читать притчи, продайте жену, продайте детей и расплатитесь. Так? Но когда должник-то был, душил-то, он ничего не мог, просил прощения. Никогда, вот сколько я знаю людей у нас, у нас потерять как будто нет, даже игр не берет. Я стою над этим, поищу парту своих. если 12, то через 8 лет, если 8 лет, вы уже взяли допустим 5 миллионов, будете платить 10. Умнож 8,2, 16, 8,2, 8,2, 9,2, 96%. Уже И ты сколько бы ни платил, тебе не вылезти из этой ямы. А что делать? Вопрос. Ну теперь уже что сделаешь? С сотого этажа упал, 50-й этаж пролетает, что теперь делать? Значит, под что было? Продай. Рассчитайся вылезть. Я трясусь над этим, а ты не во что это ставишь? Сирахов, 19 глав 1 Сибир кто ставит ни во что малое, мало по малу придет в упадок. И дети не твои уже, а они будут на улице. Сегодня надо этот вопрос решать. У кого это есть где-то? Я ничего не знаю, ничего никого не называю. А как? Вот если об этом человек в нашей общине пришел и сказал, нам жить негде. Вопросов нет. Комната свободная. Дальше Надежда Васильевна одна в комнате. Мальчиков я приму, взрослых я могу принять. То есть вопрос снят был постепенно накапливаем купить дом и дальше ни копейки никогда. О себе скажу. У отца нашего Тихона Дмитриевича 10 детей у нас было живых 10, так 12 было. Никогда не считая, что он у своей родной сестры Пелагея Тихоновна брал, когда строил дом, до осени, когда за короб рассчитаются люди, за овечи. Никогда. Я был когда студентом, учащимся в техникуме. А нет денег. Мне дали 3 рубля, иди поступай, сдавай экзамен. 2.30 за билет доехал в Барнула, 70 копеек. На них я должен сдать экзамены, поступить, учиться. Я уже на вокзал. Кому чемоданы поднести, куда что, то рыбу пошли, что-то продали, кому-то снег скидать, кому-то дрова распилить. Здесь нет. У русских как? Все и сразу. Все и сразу. А надо помаленьку копить. Вам понятно, о чем я говорю? Нет. Вы родных и близких предупредите. Вы трудитесь на жидов. Жидовская сатанинская ловушка. Я в Америке был у Орловых. Ну, теперь митрополит Антоний. А тогда был у них Антоний Лос-Анджелеский. В Лос-Анджелесе это дело было Семкевич. И он говорит, вот глупые-глупые люди. Вот я живу на квартире у них, а они уже заплатили три квартиры и все еще не вырезали. Три уже квартиры заплатили. И они, наверное, сейчас еще платили. Вся Америка в долгах. И что интересно? Вот интересный момент. Когда революция-то случилась, а кто-то деньги-то давал, а отдать-то нет. И когда Путин пришел к власти, было принято просто удивительное решение. Всех должников удовлетворить, с процентами заплатить. Все так и взахалили. За это страны не хватит. Рассчитались наконец. Владимир Владимирович вышел из долгов простым людям, не говоря о международном. О международном фонде вышел только один Чаушинску. Он экономию везде поставил. В школах свет не зажигать, то другое. и вышел из этого. Его расстреляли. Понятно? К таким людям, которые бьются с этим и ждет смертная казнь. А почему? Яма. И там целые кагалы сидят. Платить. Мне поступило такое известие, насколько это достоверно. Мне будто бы было собрание, кто-то ездил к Загуляевым и сказали в фонд, который собирает для Дробут, приостановить, а повернуть туда. Так было? Не было. Не было. Просто отдельно собирали помощь для Загуляева. Такого не было. Я бы сказал, что я за то, даже которое сейчас я выразил, что будет поступать. И что самое удивительное, начало первое положил Никита Андреевич Колесников. Он не знает ничего, только у меня деньги есть. Ну и 15 тысяч прислал. 15 тысяч. И тут еще 8. Моего пока нет. Во славу Божию. Так. Если у меня будет что-то, значит я прошу иметь в виду. Людмиле Степановне. Дальше сказали, что это газ, я против газа. Против. Дрова есть уголь. Потому что дерут. То отрубили, то нету. То бывает баллон присоединят какой-то. Говорят, а старик-то ничего не знает. То есть умно, чтобы все это было. Я, может, тут не все расслышал, как сказали. Вот вы говорите, не так. Ну а почему бы так не сделать? Я прошу прямо принять это. Там уже они получают 82 тысячи получают. Им вполне хватает. И у Уинапа вот этот такой экран 15 тысяч или сколько. Вообще, я себе понял, зачем она сидит и играет кубик, рубик там. Глупость одна. Она не экономит. Я экономлю абсолютно на всем. До одной копейки. Повторяю, до копейки. И тогда будет из чего уделять нуждающимся. Так и написано. Я каждый день молюсь, чтобы правители сдавали мудрые законы, дабы люди могли достойно жить, дабы было еще уделять нуждающимся. Вот такая у меня молитва об этом. Так. Теперь, если кто-то лезет где-то в долги, просьба очень и очень сильно прошу, не делать это без совета. без совета дело расстроится. У вас даже на ремонт не будет денег, они будут сосать и сосать. В Библии говорится, когда Господь давал законы, Моисей написал, что в рост брату не давай, а и на племеннику давай, они и дают. То есть, они ничего не нарушают по их нормам. Притом, нормы установлены в Ветхом Завете, Библия, которую мы читаем. Поэтому никогда, нигде не бери под проценты. Нигде и никогда. Я знаю, у меня студенты, когда учился, где-то берут, а я понимаю, если я у кого-то возьму, то завтра у меня будет, а стипендия была у нас 26 рублей, то у меня будет не 26, мне уже не прожить, 6 я должен за квартиру отдать сразу, а нет. Я бегу по городу, кому что-то сделать? Наловить рыбу или как-то? Вот этот вопрос, я думал вчера об этом, молился об этом, тревожился ночью и пришел к выводу, если никак невозможно, пока еще дети живые, все продать, выйти из этого рабства и Господь поможет как-то. У меня есть где жить и в деревне, есть где здесь, пока я живой и никогда только живой. И без меня это остается с ними. Я бы в деревне, сейчас сразу дом дал, кто из ваших взял, кто долгий зашел. Но речь идет о городских людях. Будьте внимательны. Вы очень нужны тем людям, которые доят вас. Это на газ или на ипотеку? Вы поясните? На газ. На газ. Я вообще ничего не знаю. То, сколько должен, то, кому. Я никого не называю. Я не знаю. Но я знаю только, что яма это. И яма какая? Жидовская, сатанинская. Тут и то, и другое. Я это говорю, не позлобимо. У меня ничего нет. И помогать, если Господь позволяет. А почему, откуда теперь, когда пришли у нас, сейчас там приехал, я уехал, на нормой день. Пять человек. Там полиция, охотнодзор, что мы браконьерствуем. Я вытащил сразу полтора центра рыбы. Обеспечил, все холодильники забили. И они приехали, каждый карась 270, что ли, рублей. Так, Сергей? 250. Угрожают. Я говорю, мы не подходим, сетью нельзя ловить. Мы не подходим под это, потому что решение Краевого Совета Депутатов Трудящих за подписью Сурикова Александра Александровича восстановление поселка Потеряевка. Мы восстанавливаем его со всей инфраструктурой. А тогда было там 6 прудов. И нынче закончил я, все восстановили. Потеряевка не вложила ни копейки. По милости Божьей, я зарыл там больше миллиона. Больше миллиона. При пенсии 8141 рубль 33 копейки. Вам понятно? И теперь стали... Дальше я попрошу Галина Александровна сказать, с кем звонила-то и как доказали им, что вы не относите к этому. Объяснили. Забой бумажка, где я зашел. Бумажка со мной? Тогда я расскажу. Вот послушайте внимательно. Это не она. Угрожают. Вы там ролики поставили-то, а они щадящий режим, дескать, штрафовать не будем, а штрафы там по миллиону и прочее. А только уберите ролик. Я говорю, зачем моим ютубом будете распоряжаться-то? Ютуба правила мы не нарушили. Мы ничего не взяли. Пруды сами выкопали. Зарыбили. Я купил рыбу, развел ее. Теперь я должен удочкой сидеть ловить. Я ловлю так, как могу. И всегда у нас ловили не ведами и сетью. Эта инфраструктура восстановлена, мы вернулись к прежнему. Ну и вот встали мы здесь. Она по интернету нашла все. Дальше продолжим. Нашел Сергей Павлович нам адрес организации, куда нужно позвонить. Но мы пока ждали Виктора Андреевича. Я говорю, подождите, сейчас все наберем, не переживайте. Набираю номер телефона, там рыбнадзор что ли какой-то, берет трубку мужчина. Да. Я говорю, здравствуйте. Скажите, а вот к нам приехала, видимо, от вашей организации комиссия и выписывает нам тут штраф. Ну раз приехала, значит, оштрафуют. Я говорю, а если маленько разобраться, например, вот, а что у вас такое? Вы, говорит, какая организация? Я говорю, мы не организация, мы деревня. Какая деревня? Я говорю, ну, в Мамонтовском районе. Он такой, потеряевка что ли? Я, ну да, потеряевка. Он тогда говорит, да, у нас уже тут, ну, он высказался по-русски, очень много жалоб на вас. Вы зачем выставляете это все в интернете? Ну, ловите там все тихо, а в интернет выставляете? Ну, говорю, исходите из того, что есть. В интернет уже выставлено и хозяин всех этих роликов убирать их не планирует. Да и потом говорю, эти пруды, как говорится, искусственно вырыты. Нанимались бульдозера, талая вода туда стекла, после снега растаяла, вода стекла, сами купили карасей, сами туда их запустили, они там размножились, и теперь на нас штраф. Я говорю, ну, а если я себе карася в бассейне буду размножать, я что, должна буду тоже удочкой сидеть ловить? не могу сети запустить? Он такой, логика. Ну, он такой, да я-то за вас, я понимаю, вы там что-то сами делаете, копошитесь, сами рыбу ловите, а вот эти ваши телезрители, да они же нас задолбали, вот эти жалобы поступают и поступают. Давайте, говорит, я говорю, ну, а как нам, ну, как нам дальше-то, вы по совету, давайте мы, говорю, вам сегодня приедем, вы нам дадите какие-то дельные советы, Игнатий Хачмишевчик, сегодня поедем. Он говорит, мы сейчас уезжаем, уезжаем на работы на все выходные и буду только во вторник. Да, у меня сотовый, это, и знаете, я говорю, а как вас зовут? Он такой, Демьян Николаевич. Демьян. Вау. Я такая, ой, какая у вас имя красивая. Он такой, да, старинная. Ну, все, я вам, говорит, сейчас дам сотовый телефон, одного, короче, Виталия Леонидовича Корловский, работает в БГВУ, в общем, это Рослеснадзор. Вы, туда сходите. Да, в лес. Потеряю. Сходите в лес в этот. Возьмите справку, что пруды обводненные и не имеют гидрологической связи с другими водными объектами. То есть, наши пруды не вливаются в реки и в моря. Как барнаулка не вливается в брук. До этого справки никто не даст. Да ты что? Ну, так слушай дальше. Мы такие, хорошо, хорошо. Еще говорит, если он там что-то не поймет, будет что-то против, пусть мне позвонит. Я говорю, хорошо, заручусь вашей поддержкой. Ну, мы, на тихо чем-то по операции съездили, после этого поехали. Он мне, а, нет, я звоню этому, кто, Виталию Леонидовичу, тоже все по-хорошему, трубку не бросает, все объясняет. Я говорю, куда нам обратиться? Я говорю, от Демьяна Николаевича. Он, я говорю, знаете такого? Гайр Демьян Николаевич. Он, да, знаю. Вот так и так, нам нужна вот справочка. Он, значит так, меня сейчас нету, вы приезжаете на Пролетарская 61, 503 кабинет, поднимаетесь, девочка вам делает справку, а, нет, вы, говорит, должны написать заявление. Я говорю, какое заявление? Да там, в произвольной форме. Я говорю, хорошо, напишем. и картография вот этих озер, чтобы было реально наглядно видно, что в моря мы не втекаем, потеряем. мы поднялись. Я говорю, а у вас там есть там Яндекс.Карты? Говорю, потому что у меня с собой нету картографии. да, да, это мы все сделаем. Поднимаемся, такая добрая женщина, а у них обед, он сказал, с 12 до часу. Едем с Игнатих, в чем? Говорю, ну, сейчас будем полчаса куковать. Приемная, заходим. Я говорю, здравствуйте, нас Виталий Леонидович к вам прислал, сказал, нужно написать заявление, нам нужна справка. Она, ой, да проходите, посадила нас там за столы, там обед, не обед, даже не заикнулась, что у меня обеденный перерыв или еще что-то. Все. Игнатих, пиши заявление, у тебя глаза взорчие. Написали мы заявление, что нам нужна такая справка. Она распечатывает нам эту картографию, а там тех озер даже нету. Там есть какие-то два озера. Южный и Рыжковский. Я говорю, знаете что, вы нам дайте либо две справки, либо такую железопетонную справку, одну на два этих озера, что они не вливаются там, не имеют гидрологической связи, чтобы мы могли туда эту справку Демья Николаевичу отвезти. Она, ну поняла, поняла, это все будет, говорит, делать Виталий Леонидович. Он приедет только в понедельник. Я говорю, когда могу подойти? ну он приедет там. Я говорю, давайте во вторник с утра. Она, давайте. За понедельник, в общем, им хватит времени сделать эту справку. В общем, в понедельник, во вторник, вернее, я поеду к Виталию Леонидовичу, забираю справку, потом еду к Демьяну Николаевичу, и, как сказал Демьян Николаевич, дело в шляпе. Вы потом этой справкой можете ходить по улице, трясти, никто вам ничего не сделает. Я говорю, ну ладно. Ролик надо будет сделать, показать всем злопыхателям и голодным людям, что... В общем, вот так. Они еще куда-нибудь обратятся, не надо их трогать. Как я поняла, нам эту справку сделают, потому что действительно на карте показано, что наши озера просто вот в поле озера, вот этот, Рыжковский и Южный. А чуть-чуть подальше, например, видно Корчино, и у них там какое-то озерко и в речушку-то вливается, соединяется с речушкой. Вот это было бы, если бы у нас так же было бы, тогда бы, может быть, еще штраф, мы подлежали бы этим санкциям. А так нет, у нас все хорошо. Поэтому, знаете, как Игнатих говорит, поколение трусов, мы все это переступили и пошли по этим инстанциям, сходили, и все благополучно и очень быстро, и все так расположены были. Это Демьян Николаевич вообще чудо просто. Это чудо, что вообще дозвонились, они трубок в организации. Он, 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 значит, зам, зам. Он мне, она сказала, кто там у них начальник, а я зам. Ко мне, говорит, подойдите. Я говорю, хорошо, хорошо. Зам департамента какого-нибудь. Так что, ну, вот так вот. Какие-то приехали районные, а это краевые. А я говорю, ну, почему нападают-то, которые голодные. И, ну, видит, у нас караси, последний был, 24 сантиметра, вот такие лепешки. Ну, кому присылали, видели где. Один раз мы поставили сети, сразу пять ведер, пять ведер, по 13 пололитров, которые, ну, тащить невозможно даже. Ну, по милости Божьей, если вот так закончится все, то и все. Я ему говорю пример, смотрите, у нас запрещено стрелять китов. Международная организация. Но северным народом, которые тут живут, разрешается, кажется, 120 китов в год убить. И они его убивают, официально приносят, почему аборигены, больше ничего нет. Наши строят селение с нуля аборигены, я им карася на стол даю бесплатно. Почему это? А где гальяна закупали? Гальян не закупается. Его вообще нет. Утка оправилась, если и край не переработаны, все, они уже там есть. А кроме того, весной вся рыба погибает за зиму, задыхается. Заново. Там надо пробивать. Пробьешь, а карася и нету. Покупали карпа, вот весна пришла, весь карп вынес, ни одного нету. То есть мы ни с какой позиции не касаемся. А почему два только озера у них? А там сухое было. Я нанял бульдозер, бульдозер по дну ходил и углублял, расширил. У них просто космическая съемка еще старая. У нас какого, где-то восьмого года космические съемки, вот у нас тоже предприятия. Нет, 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 нет. У них не старые. У них именно то, когда потеряевки не было. А поэтому там прудов и не было. Это супер старые. Это аэрофотосъемки. 75-го года. 75-го. Вот они никакая-то старая. Это не космическая еще. Вот и все. А у нас-то новое все. И теперь они поехали на южную. У них южные, южные приехали. А там вовды нету. Только посередине 70-м 20 воды. И камыш. Ничего нету. Они тогда нам, видимо, на Рыжковске. А Рыжковске там мы нынче-то подняли. Там тоже ловить нельзя. Ну мы подняли воду. Там запустим. Там будет. А где ловим? Там внутри деревни. Вообще у них ни Кабагорих и ни Симаковского нету. И второго мосяка нету. Нету. А раз нету, а где ловите? Это Господь дает. Рыбные дожди. И он рыбу дает. Две рыбки у мальчика было. А дальше сетью нельзя. Написано, что в общем озере Генезарецком бросите сеть с правой стороны. Сетью официально разрешил Господь. А вы как можете запрещать? Вашего там ничего нет. Почему вы на моего карасяти теперь позарились? А вот если бы там одни лягушки были и ловили бы мы лягушек так и продавали во Франции. Вы бы оштрафовали нас? То есть я их запутал окончательно. Уже никто, говорит, не знает, что говорить и как. Но только мне эта справка теперь нужна. Они могут переменить что-то. Как не менять, суть дела та же самая. к нам ни соби, ни откуда нет рычага. И поэтому вешняя вода, дальше мы преграду сделали, сливы и прочее. Это большие, это большие, большие деньги. Вот нынешний бульдозер привезти и увезти не работает. За доставку эту 50 тысяч. 50 тысяч я первый день отдаю. Вот теперь подумай, как? Что я сделал не так? Восстановить потеряевку, решение Краевого Совета депутатов трудящихся. А восстановить это не означает как-то это дороги восстановить, ну, вся его инфраструктура. Вы сделали не так, наступили на больную мозоль людям, когда снимаете это все. Именно так. Они голодные. Я в одном завтраке показал, как мы завтракаем и сидим в лагере в этом. Ну, какая там у нас? На кухне. Кухня, да. Ну, а в это время какой-то день рождения батюшки был. Ирина Устина пришла, пирог принесла батюшке на арбуз. Ну, ролик-то стоит. Два человека посмотрели. А сегодня уже посмотрел их, кажется, 780 тысяч. 900 с лишним отзывов по одно. Да сколько же можно жрут и жрут. А тут холодильник пустой. Еще нет. Сестры, где вы? Хоть одна бы зашла. Один ролик смотрит, он каждый день жрут и жрут только. А я еще написал, что это там как раз говянина была сидит, говянину ест батюшка дал. Сегодня трапезу надо снять. А тут один мужик стрел в это, что браконьеры, и говорит, если вы сами там это пруд сделали, сами зарыбили, никакой закон вас не тронуть не может. Ну, однако, все можно делать. Пришел да, ограбил. Да, конечно. Я вчера записал интервью с сестрой Татьяной Кузьминичной, как ее мама, маленькая была, Татьяной Кузьминичной, старшему сколько лет было? Ну, лет 12 ей было. Ну вот, а остальные меньше. А отец сапожник. Ну и там где-то в НКВД надо сапоги шить. А мать уже умерла. Его арестовывают, они брошенные одни. И теперь они как живут. И вокруг соседи никто не имеет права зайти помочь. Сразу арестуют. Это хорошая власть, ходоки к Ленину пришли. Вот как. И как они выжили. Дробь нет. Знаете, вот так, когда делают, на углах-то, ну, у домов, они пилой отпилили, эти упилили, чтобы как-то не замерзнуть. Чем питались? Да как Господь показывал. Там Матерь Божия являлась. Что я не рассказала? И выжили. Нас Господь милует, у нас все есть. Будем это ценить. С чего начало? Книгам не прикасаться. У меня один есть человек над этим. Ко мне вопросы. Можно я? Я хочу немного уточнить, и чтобы вы слышали рядом, постойте, по поводу копилки дробов, чтобы не было заблуждений. Из этих денег никуда ничего не уходит. Исключительно на детей дробов. Вот мы сколько потратили, все записано. У меня ведется блокнот, я там все записываю. Приходы, расходы, все в цифрах, в цифрах, все посчитано. Что-то к лету покупали. Да, к лету, там оформление наследства после смерти Насти, все это, куда, к школе, где, что, все это записано. Советник вот, Виктор Андреевич, батюшка и я. И все это исключительно с благословения Игнатия Тихоновича, не просто так мы тут что-то совершили. Оттуда ни под каким видом не брать. Пока. Но если они скажут, а я не верю, уходят, я свои деньги сразу заберу. А это не меньше половины сразу уплывет. Я их направлю куда надо, безбожникам, зачем я буду давать. Мы заранее договорились, обговорили. Поэтому заботитесь, говорят, о своих, особенно о домашних. У меня другой вопрос. Ну, стоит, стоит это собрание наше. У кого слухи-то эти? Кто распространяет эти слухи, что говорили заменить там, эти? Это откуда? Кто вам это сказал? Не расслышал, выходит. Я так слышал, что приостановить на время то, пока вот кому-то кому-то надо помочь. Даже слов таких не было. Вообще ничего не было. Я не расслышал. О роботах вообще. Мы только одно. Но имя робота как раз поминалось. Поминалось, потому что они дома в игрушке играют и не готовят. Вот и все. Плохо учат, они учатся совсем даже. Троечники все стали. Ну, в общем, я сказал как. Если я не так сказал, но я именно за это. Так, пока приостановить. Там у нас уже хороший фонд собранный. А тут, ну, тут беда. Из плена, где кто попал, вырваться любыми путями, пока дети живые. Я сказал, выход один только. Я беру на себя. Открываю двери. Три места, где жить. Вырвать людей от этого. По-другому никак. А если нет, значит, собрать, тогда делать. Я больше не могу. У нас нет, потеряю, никого, кто селился бы, чтобы с меня что-то туда не утекало. Тут уж оно не мое. Когда книги повезли по всему миру, и люди об этом узнали, мне стали помогать. у которых я не просил. А это дорогая поездка. Только за одну поездку на горющее мы потратили 440 тысяч до Лиссабона. Это, денег моих нету. Я только распоряжаюсь, и поэтому мне и скрывать нечего. Но ни одной копейки, вот я не рыбу покупал, я никогда не ел. Покупали мороженое, на свои они деньги. Я нигде не участник. Я беру собаку и гуляю с ней. Игнатий Игнатьевич, можно вопрос задать вам? Можно. Ну, тут как бы разговариваю с людьми, которые интернет смотрят. Ну, и сам я посмотрел, вот несколько роликов было у вас с Алексеем Устиновым. Он вам вот это вот, зачем все говорит-то про вас, что вы там лишний, как бы, и так далее. Ему зачем это надо? Так, обожди. Он же ваш племянник. Хорошо. Так, я что сделал не так? Вопросы к кому? Непонятно. К нему? Ну, А мы ко мне как? У меня свобода. Ну, он-то говорит. Дело все то, он-то старобрядец. С него, как говорится, взятки гладкие. Нет, не гладкие. Не гладкие? Не гладкие. Ну, вот это и надо. Никак. У него братанья есть. Я ничего не сделал, ничего не скрываю. Вот эти мы ценные, нам говорят. Вот, конечно. Такое, никогда бы. Вот, когда я написал, как, а на меня показания, какие были на суде, а Валентина Павловна Конева говорила, да кто ж потеряет, купляет, вы все рассказали там. Какого влияния не оказали. Я уважаю своих считателей, слушателей. Еще и за батюшку взялся, чтобы научили его, как правильно жить. А вы что? Игорь Владимирович. А вы что, не показываете, как жить правильно? Я стою, я скажу, я хороший, ты меня прими. Не могу я этого сказать, дело покажет. Мне нравится 2.13 Якова. Покажи веру твою, без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Город на вершине горы. Пусть сияет всеми огнями. Я просто вспоминаю вот Алексея до армии, прям, прям до армии. Я вспоминаю, вот он что-то рассказывает. Игорь, я не хочу про него говорить, сейчас его нету здесь. Ясно. Я хотел просто сказать, что и он приехал на Рождество в туфельках, в туфельках, в деревню приехал. Я не буду слушать еще. И спрашивается, ну после этого чуть ноги не слышим. Тебя просят не говорить, ну не говори. Ну. Я спрошу, не говори, его нету здесь. Разговоры какие-то разговаривают. Умер Аксенов, писатель. И как только умер, начали про него говорить. Мертвый не может от себя заступить. А вот он не такой, он плохой. Он диссидент. И все отпадает. Но он же, когда говорил с вами, он знал, что это в интернет записывается, что будут вопросы. И они в конечном итоге, они не просто, они придут. Я ничего не сделал. В мой адрес ничего не было сказано плохого нигде. Так. Я просто, что перекладывают у нас. Вот я, например, после того случая, когда я совет дала, положи. Я вообще даже не смотрю на книги. Не знаю, вот кто перекладывает. Вот сейчас повернулась. Моя книга здесь лежит. Как она сюда попала? Ну, повышается. Кто перекладывает здесь? Я прям не могу. Интересно знать об этом. Все время меняют замки. Приехал летом батюшка. Я его встретила на вокзале. Он мне говорит, где мы с ним договорились? Я его сюда привезла. Говорю, я поеду. Вы откроете? А я стекатер. А где замок? Какой поменяли? Стекатер поищу. На калитку? Поменяли замок калитки с храмом. Сейчас вырвали? У батюшка поменял. Но он открыть не мог, потому что у него другой набор ключей. Ну, я открыл его. Да, это батюшка поменял. То есть кто-то опять поменял. Ну, кто? Кто в воскресенье все закрывает и закрывает неправильно? Палка неправильно. Замки между собой меняют. Кто не закрыли? Вентилятор не выключили. Понятно. Так кто последний уходит после занятий? На ком ответственность? Я ключи положу на место, потому что вы здесь... А кто сказал, что вентилятор был включен? Все, Закрывать пробует? он просто крутился на витру. Он говорит, что был включен. Нет, он не включился. Он не понимает. Он думает, что там автоматика японская. Он зашел и включил. Мы кое-как попали в храм. Он хотел зайти, батюшки, и он не мог зайти. В какой-то новый замок взялся откуда-то и начали разбираться и ничем все это не закручили. Не знаю. Виктор Андреевич, а мне кажется, полтергейст. Давайте помолимся. Подожди. У меня предложение. Ну, давай. Я хочу сказать, что вот вы остаетесь заниматься. Вот надо кого-то выбрать ответственного, чтобы следили за книгами и закрывать. Чтобы не брали книги? Чтобы не брали. Все время, все время придешь беспорядок. Вот кто берет? Хорошо. Одно дело. Мы назначили, так сказать, преподаватом Ильяна, Надежда Васильевна, Игорь. Старший преподавать детям. Кто? Надежда Александровна? Я не знаю, кто. Конечно, она. А она будет только назначать. Без ее ведома никто к детям не прикасается. Все. Все остальное отменяется. Потому что того нету, этот не пришел, третьего не принимают. Это она главная. Книгами вот у меня главные поставленные. Ну вот у меня просьба, чтобы кто остается заниматься после трапезы. Да никто. Чтобы кто-то... Запретить вообще книгам прикасаться к хоть кому еще. Да, да, да. Не надо никого старшим. Запретить прикасаться. Дети Том, наверни, туда все найдешь. А куда его? Он там один только. А второго нет. А второго нет. А второго нет. Ну я книги не разу не прикасался. Не знаю, почему нет. Третий только лишний. Один оставил. А там у нас занятия. Там по два. Два первых, два третих, один второй. Да я никогда не остаюсь последним вообще. Я всегда уезжаю. Я не остаюсь, потому что тут надо ходить туда-сюда. Мне это неудобно. Все. Полное молчание. Виктор Андреевич. Я хочу сказать, братья и сестры, о болезни Игната Тихонича. Значит, что касается глаза. Чудо это не чудо. Пусть это будет чудом. Но хочу сказать, что Игнат Тихонович, когда пришел ко мне первый раз, он сказал, что уже молятся за него все. Мы пошли к доктору, который посмотрел его. И когда она осматривала, она, конечно, надавила на это место. Было здесь, в области верхнего века, внутренний, во внутреннем углу глаза, было образование, там, кистоподобное образование, сантиметра полтора, как минимум. Конечно, это было воспалено, и гной отделялся оттуда. Вот она, когда посмотрела, гной выдавила, то есть, частичку гноя. Смотрела она, для того, чтобы посмотреть, там, как проходит, это, так называемый, проток верхнего века. И есть еще в нижнем веке тоже проток. Они соединяются, но слезно-насобой канал. Там еще мешочек есть, и вот этот мешочек, потом слезно-насобой канал. Все это из глаза идет, потом полость носа. Вот, потом посмотрел еще, это второе, потому что она говорит, это вот, он будет оперировать, молодой врач, афганец, он тоже его посмотрел, тоже подавил. И вот эти манипуляции, сами по себе, они, конечно, увеличили отток гноя. Но он прошел, да, то, что манипуляции эти провели, дальше уже, как бы, ну, вышел, может быть, там даже был какой-то, закупорка, нет, какое-то инородное тело было, которое вышло из этого протока. И дальше отток прошел. Прошел отток, и по молитвам святых, всех наших, кто молился, прошло улучшение. Но сейчас осталось, это воспаление, оно остается у вас. Конечно. И задача была, под операцией, понимаете, не только то, что режется ножом, но то, что манипуляцию производит, нужно было прозондировать этот канальчик, и прозондировать надо было слезно-носовой канал. Это тоже операция. Чтобы посмотреть, есть ли там проходимость. А вот то, что сохраняется воспаление, сейчас еще гной есть, это свидетельство о том, что процесс идет. Да, да, да. И это может возобновиться, а возобновиться это может гнойный процесс. Сегодня у вас иммунный статус один, завтра он может другой, переохлаждение, все прочее. И действительно, поскольку врачи знают о том, что это может осложниться таким вот неприятным заболеванием, как гнойный именингит, то есть потому, что сосуды головного мозга и сосуды глаза, века, они очень взаимосвязаны, они очень близко. Поэтому, естественно, они были обеспокоены этим. Были задействованы в вашем обследовании не менее полутора десятка человек. И вся эта работа осталась напрасной. Теперь, кроме того, я сейчас обратиться к этим людям не смогу, потому что вы закрыли ход не только себе, но и другим людям, через которые могли бы через меня пойти к этим врачам. Вот сами теперь рассудите, что было так и не так. У вас на все есть своя точка зрения. Вы считаете себя компетентными и в медицине в том числе. А врачи действуют из того, что они знают и что им предписано действовать, как действовать. Поэтому, если говорить об операционной, операционной это святая святых в медицине. Тогда вход вообще запрещен. Конечно. Поэтому, что вам не разрешили там снимать, это вполне закономерно. Я бы тоже не разрешил, потому что это операционная. Где можно снимать, там на подлодных лодках, там еще прочее, там нельзя снимать. Где там на приеме у мэра, там, да, там никакой, это уже другие каноны действуют. А Довженко почему не против профессора? Почему Шойхи профессор не против договора? Довженко, Довженко, не Довженко, первое, второе Довженко, это пусть он сам за себя отвечает. И потом, может быть, он как-то имел в виду, чтобы подготовить вас, переодеть там, стерильность и прочее. Ну не так, как просто. Вот в этом, во всем внешнем одеянии. Игнатий Иванович, еще в операционную думали, вот так он зайдет, что ли, и будет вас снимать прям? Да. Ну это, это суперпростота уже называется. Я сейчас об этом говорю не потому, что я там обиделся, я хочу сделать как-то, потому что беспокоюсь о нем. Потому что причина могла остаться, которая осталась невыясненной. Поэтому воспаление это может возобновиться. Дай Бог, чтобы этого не было. И дай Бог, чтобы... святые люди, которые молились и до этого пусть молятся дальше, пусть все это пройдет и причина исчезнет. Так, я теперь повторяю. Так, не отвлекайтесь. От Бога и врачей, и его палец, который там надавил, где я давил каждый день и выдавливал. Каждый день. И ничего это нет. И вдруг я встаю, у меня все на месте. Не так. Теперь, когда зашли туда, вы перед тем, как учили, сказали, резать еще не будет. Я первый вопрос ему задаю. Галина стояла рядом. Я говорю, уже подвел к операционному, ложитесь. Я говорю, что резать будете? Резать, конечно. Все. Я согласился на то, чтобы продавить, ты говоришь. Она это согласилась. Когда я уходил, я вам сказал, что будет разрез, буквально, это будет раздвинут, это будет тоже как типа разреза. Это не будет скальпель. Это будет микрохирургическая такая операция, которая раздвинет это там, чтобы дать отток. И все. Я вам об этом сказал, что операция будет. А вы говорите, передергивайте как бы, что операции сказали не будет. Такого не было. Это все операция называется? Нет, разреза не будет. Разреза. Ну а как это же операция будет? Так, я снова возвращаюсь. Я молился, и люди молились. И мне сказать, что Господи, ты ни при чем, я не могу. Так именно Господь через этих людей сделал это все. Все, и калипуляции. Все, и калипуляции. Раз сделал, не надо дальше лезть. А теперь я только наврачаю, надеюсь, а нет, а глаз. Да не наврачает. Это даже не глазное яблоко, это века. Глазное яблоко к вам не притронули даже. Все позади, я благодарю Бога. Благодарю вас. Я по-другому не мог поступить. У меня вера абсолютно, не ветром поднимаемая и развиваемая. Да не думай, такой человек получить. Я получил, что просил. Я получил. Он болеет вопреки канонам медицины. У него все по-другому заживает. Дай Бог, чтобы все, что было раньше, причиной этого воспаления, исчезло. Да. Я каждый день, эти два дня, семикратно в день становлюсь, аллилуйя, воспеваю, сто поклонных каждый раз. Что Бог сделал и завращает, и всех-всех поблагодарит. Пусть они не обижают. Это заведующее отделение, которое было раньше заведующее отделение, она просила, его моляла. Он сказал, что в понедельник только будет операция. Хорошо, теперь. Она теперь просила, его моляла. Вы знаете, как тут межнациональные еще как бы, ну такие, скажем, неприязни некоторые. и межрелигиозные неприязни, и теперь вот отношения эти еще еще больше ухудшились. Да, понятно. Сильно выправить. Естественно. Так что, повалите, чтобы... Его зовут Эс-Хан. Эс-Хан его зовут. Сколько? Эс-Хан. Он молодой лет. Я думаю, 30-ти лет. Эс-Хан. Эс-Хан. Хан. Хан. Эс-Хан. Хан. Эс-Хан. 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 Блин, я напишу, подождите, я напишу. Хан слово, Хан. Давай, все. Так. Эс-Хан, она Наталья. Анализ эти не пропали. Читайте. Анализ эти не пропали. Они через 10 дней только работали. Понял. И пропали. Десять дней только действительные. А-а-а. Значит, такова моя судьба. Я благодарю Бога. Анализ это хороший. Я не, я об этом не знал, что у меня сразу Господь так сделает. Актериальная гипертония. Да. А гемоклобин? Ну, гемоклобин там. Я по нему вижу, что него... Может, мне жить один день, а я буду, Господи, ни при чем, да оборонить Бог. Какую я память он оставил бы. Да никто бы об этом даже не подумал. Здесь и то, и другое. Господь работает через врачей. Так? Ну, если это не так, значит так. Ну, почему он меня даже не спросил, улучшено или не улучшено? Он даже не слушает. Вот меня же удивляет. Вот бы удивлялся. Ничего удивительного нет. Он надавили, вышел гной. Но надо посмотреть причину было. Что там? В результате хронического воспаления в течение 6 лет у вас там могли образоваться спайки в этом канале. Эти спайки нужно было тренировать, раздвинуть их, чтобы дальше не было это воспаление. Господь раздвинет. Мой хан, великий Господь. Я не отрицаю, обращаю, понимаете, все время обращаюсь. Но? Да он С-хан. С-хан. М-м. 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 С-хан. М-м. М-м. Я ничего не сделал другого, кроме того, что по вере своей какая во мне вера. А мне самое маленькое, улучшение, это мой Господь. Мне кажется, надо было во вторых раздевать. Все от Бога, все от Бога. Все. В следующий раз так. Так, я выезжаю. Кто едет на вокзал? Мимо вокзала. Сейчас пообедаю, 11 будет за 12. Отвезешь, да? Вы пока занимайтесь, я зайду сюда. Сейчас позавтраку схожу, а вы обедайте здесь. Так, все. Так, не держи, мать еще одна. Моя истину, блажителья Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафин, без искрения Бога Словно Родшую, сущую Богородицу Тебе оберечаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распорей, от беззакония, которое втанья, останови делающих зло. Просвети правителей страны наши, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в неближении своим и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над России за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воотче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, прощаюсь, благодарю всех, что доехали бы. Давайте споем «Многое лето». А с чего ради? Не надо. Я против. Это за здоровье вам? Не, не надо. А что бы нет? Не надо, не надо. А то у вас получается, как у Александров, убили, значит, со святыми попкой. Все, я ухожу. Все, петь не надо. Многое лето, многое лето, многое лето. Вот и все. Все. Ну, спаси, Христос, снимала Левия, благодарю. А то, это, мы хоть немножко из этого в конку.